СОЦИАЛЬНОЕ ВСТОНОВЛЕНИЕ Здравствуйте, товарищи! Очередная лекция посвящена у нас теме социальное становление. Дело в том, что мы рассматривали различные формы материи и уровни ее организации, и при этом вопрос о движении материи как таковой еще не рассматривали. Ясно с самого начала, что этот вопрос мы частично обсуждали, что материя никогда не находится в покое, что понятие покоя это сугубо относительная категория, то есть никакого абсолютного покоя нет, движение абсолютно, а покой сугубо относительный. Покой на некую абстракцию. Можно для себя зафиксировать определенное состояние материи в какой-то точке, в какой-то форме и так далее, но материя находится в непрерывном движении и изменении. Поэтому мы должны отдельно рассмотреть вопрос о движении материи, поскольку она находится в постоянном движении, и рассмотреть формы этого движения материи. Простейшей формой движения материи называется или является становлением. И это становление, поскольку оно является всеобщей категорией, всеобщей формой движения, это становление затрагивает и механическую форму движения, и химическую, и физическую, и затрагивает биологическую, и социальную форму движения материи тоже. Поэтому, если мы знаем, что такое становление, то мы можем тогда применять эту категорию, понимание этого становления к рассмотрению общественных явлений. Так вот, что же такое становление? Для того, чтобы понять, что такое становление, мы обращаемся к тому источнику, в котором эта категория разработана, к науке логики Гегеля, где показано, что-то собой представляет становление. Берем самую простую категорию, какая есть в науке логики Гегеля, в диалектике. Это чистое бытие. И рассматриваем его. Чистое бытие – это бытие без всякой дальнейшей определенности. Бытие и всё. Ну, раз это бытие и всего, то, собственно говоря, в нём нечего различать, нечего сопоставлять, нечего сравнивать, поскольку оно чистое. Поэтому это то же самое, что ничто. И рассмотрение вот этого самого чистого бытия приводит нас по существу к категории чистого ничто. И мы делаем такой вывод – чистое бытие есть чистое ничто. Тут с самого начала надо сказать, что хотя вот это рассуждение похоже на совершенно абстрактное и далёкое от жизни рассуждение, на самом деле это ведь всеобщая категория. То есть на самом деле её абстрактный характер связан с тем, что эта категория применима к чему? Ко всему. Всё есть бытие. Всё есть, если мы не берём конкретные совершенно определённости этого бытия и рассматриваем его просто как бытие, то есть как чистое бытие, то мы тогда можем обнаружить, что чистое бытие переходит во что? В ничто, тоже в чистое ничто. Не ничто какого-то конкретного бытия, а ничто как ничто. Теперь, поскольку состоялся такой логический переход, и этот логический переход, он является отражением того, что происходит в материальном мире, и тем самым показывает нам в силу единства всех форм движения материи и в силу того, что сознание отражает движение материи, и то, что мы наблюдаем в сознании, является отражением того, что есть в действительной жизни, мы фиксируем, что чистое бытие, в какой бы форме мы ни относили это чистое бытие, переходит в чистое ничто. Чистое ничто. Мы рассмотрим эту категорию. Чистое ничто, раз оно ничто, в нём нечего созерцать, нечего наблюдать. Оно свободно от всяких определённостей. Но оно есть, раз оно есть, это чистое бытие, значит оно, раз мы его созерцаем, наблюдаем, о нём рассуждаем, оно есть как объект нашего рассмотрения, чистое ничто переходит в чистое бытие. И вот, казалось бы, мы сделали второй противоположный вывод, но относящийся уже не к чистому бытию, а к чистому ничто, что чистое ничто переходит в чистое бытие. И что тогда мы получаем? Мы получаем не просто, что у нас есть один вывод, у нас есть второй вывод, мы перешли к бытию, а бытие-то уже перешло в чистое ничто. А раз бытие уже перешло в чистое ничто, значит мы получили не просто возврат к тому, что было, а мы получили бесконечное движение перехода бытия в ничто, а ничто в бытии. И поскольку в этом бесконечном движении перехода бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие, они уже неразрывно связаны друг с другом, и ни одно из них не является чистым. На самом деле мы обнаруживаем, и это соответствует действительности, что нету просто бытия без ничто, и нету ничто без бытия. А есть лишь бытие переходящее в ничто, и ничто переходящее в бытие. Ну а как называется такая категория, которая формулируется как движение и исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытии. Вот движение и исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытии называется становлением. И это нужно запомнить, потому что это тоже очень общая, всеобщая, абстрактная категория, которая относится к чему? А к чему относятся все те категории, которые являются всеобщим? Ко всему. То есть они относятся и ко всем формам движения материи, в том числе и к социальной форме движения материи, которые являются специальным предметом нашего рассмотрения в этом курсе. Становление. Давайте теперь, раз мы пришли к этой категории, становление рассмотрим, становление ближе. В этом становлении мы различаем в движении и исчезновении бытия в ничто, и ничто в ничто, два противоположных движения, находящихся в единстве. Это переход бытия в ничто и переход ничто в бытие. Давайте назовем их. Оба эти перехода должны получить свое имя. Переход бытия в ничто называется прехождением, а переход ничто в бытие называется возникновением. Я еще раз повторяю название категории прехождение, потому что некоторые говорят и пишут прихождение, это вот если кто-нибудь к вам пришел, это прихождение. А вот если мы говорим о прехождении, имеется в виду, что оно переходящее, все приходящее. Ну вот люди, которые заучили хотя бы какой-нибудь один из этих переходов, уже могут выступать мудрецами, философами. Например, вот если я запомнил эту категорию прихождения и отправился в пустынь, и живу там за счет того, что ко мне приходят, приносят какую-нибудь еду и слушают, что я расскажу про прихождение. Заодно рассказывают, какая жизнь сейчас в России, что вот зарплаты становятся, реальное содержание все меньше. Вот. Дальше, что цены постоянно растут. Сейчас вот и пенсионные дела стали хуже, потому что возраст выхода на пенсию увеличили. И вот, так сказать, пожалуются мне те, кто пришли для того, чтобы получить мудрый совет. И что я в ответ могу сказать, как старец, который удалился в пустынь. Я могу сказать, все приходящее. Что это значит? Значит, вот все вот эти явления, которые вы мне рассказывали, все приходящее, поэтому не будьте, не страдайте так сильно, потому что есть, все это приедет. Прошел год, и эти граждане, которые ко мне прибывали, приходили, снова, приехали в пустынь. Пустыня – это не пустыня. Пустыня, это мы знаем, там ничего не растет, ничего не бывает. А пустынь – это вот такое пустынное место. Ну, пустынное в смысле того, что нет людей, но есть птицы, звери. Значит, там вода прекрасная, боту замечательные чудеса. И вот туда люди приезжают, заодно и поговорить на философские темы. И вот они рассказывают, что да, действительно, вот мы тут устроили забастовки. В результате этих забастовок добились, во-первых, повышения реального содержания зарплаты, тем более, что законы нам это позволяют. Вычитали в Трудовом кодексе, что можно, оказывается, добиваться. Есть для этого и процедуры целые, есть переговоры, в которых, правда, ничего не добьешься, но есть и коллективные трудовые споры, то есть в ходе трудовых конфликтов путем забастовок можно повысить себе уровень реального содержания зарплаты. Если, скажем, такие требования выставить вроде как индекс инфляции плюс еще там 6% сверх инфляции, повышение зарплаты. Вот тогда можно добиться улучшения жизни. Вот мы и добились. Ну, не все, правда, но мы же говорим о том, что так сразу не бывает, что у всех и все улучшается, а у некоторых, у тех, кто боролись, и у них улучшается. Ну, а те, кто не боролись, может, оно и к лучшему, чтобы те, которые не борются, понимали, что не будете бороться с боевым, будет у вас все хуже и хуже и хуже. А у тех, кто борется, у них лучше и лучше и лучше. Вот. Ну, те же самые возможности, которые есть в современной России, на которые мы смотрели год назад так, что, я скажу, все хуже и хуже, никакого выхода нет, они позволяют, на самом деле, сократить рабочий день. У нас ведь даже рабочая неделя не сорокачасовая, а у нас записано в законе, что рабочая неделя до сорока часов. Раз до сорока часов, она может быть и тридцать, и двадцать, и десять. А где это должно быть закреплено? Это уже дело договоренности между работниками и работодателями, и это может быть закреплено в коллективном договоре. Конечно, если никто из работников не удосужится написать коллективный договор, проект, и собрать за него, поддержку его большинство работников, если не соберут соответствующую конференцию, и не примут соответствующее решение, и не проведут переговоры с администрацией, и не поддержат это требование при необходимости с областовочными действиями, конечно, не добьешься. А если все это проделаешься, как показывает опыт зокеров и авиадиспетчеров, это приводит к сокращению рабочего дня. Вот у авиадиспетчеров шестичасовой рабочий день они этого добились очень сильной забастовочной борьбой. Хочу сказать, что вот на сайте фонда Рабочая Академия висит текст последнего номера газеты «Народная правда». Это первый номер за 2019 год, и там очень интересное интервью президента Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергея Анатольевича Ковалева, который рассказывает, что с помощью вот этой своей борьбы коллективной, чего добились авиадиспетчеры, в том числе и сокращение рабочего дня, и различных преференций, льгот и так далее, и преимуществ. Ну, а кто не боролся и не использовал эти возможности, ну, тот другое дело и не получил. Так что, и что скажу я в ответ на эти все такие радостные известия, а то же, что я и в прошлый раз говорил. Я же мудрец, а мудрец – отшельник, пустынник. А все приходящее. Действительно, все приходящее. Не будете дальше бороться. Вот, например, коллективный договор. Это не то, что один раз вы заключили, и так у вас и будет в жизни. Ничего подобного. Ну, коллективный договор заключается только на три года. Если три года прошли, а вы не подготовили проект, в принципе, значит, этот коллективный договор может быть продлен еще на три года. Но, как вы понимаете, если у вас не организована работа по проекту нового коллективного договора, который наголову выше этого, то работодатель постарается ухудшить все ваши показатели, и когда вы начнете разговаривать по поводу продления, он скажет, не, я продлевать не будем, давайте заново. А заново вы не готовы. Раз вы не готовы, у вас все эти параметры социальные упадут. Поэтому опытные, профсоюзные работники, деятели, как, скажем, вот есть Константин Васильевич Ведотов, который был и председателем портового комитета российского профсоюза докеров морского порта Санкт-Петербурга, и начальником консалтингового правового отдела, всегда заготавливал новый проект на новый период, чтобы уже за год до окончания этого самого срока действия одного коллективного договора уже можно было иметь на руках новый проект, который наголу по своим показателям выше того. И администрация, так сказать, заинтересована в том, что лучше уж продлить, который есть. И в этом случае она уступает. А если нет этого, то все приходящее. А что касается общего срока действия коллективного договора, то продление допустимо по закону только на три года. То есть через шесть лет этот коллективный договор, в котором будет написано то все хорошее, например, что нельзя никого уволить без согласования с представительным органом работников, с профсоюзом или с единым представительным органом работников, например, на первом контейнерном терминале в Ленинградском морском торговом порту в едином органе находится профсоюз докеров и профсоюз работников водного транспорта. Это работники механизации. Докеры и работники механизации образовались, это такой единый представительный орган. Так вот, если не удосужились сделать новый проект коллективного договора и не обеспечили его поддержку и готовность выступить с забастовкой поддержку этого нового договора, то все кончится обрывом. То есть ваша прекрасная жизнь, которая была записана в коллективном договоре, и который представлял собой локальный нормативный акт, то есть по существу норму закона, норму права, которая регулирует отношения внутри предприятия. Если вы сами это не сохранили, или если вы подумали, что все, раз вы построили, то так оно и будет строить, вот, наверное, плохую шутку сыграло и употребление строительных терминов и для страны в целом, когда говорят, мы построили социализм. Но если вы построили социализм, у вас такое впечатление, что как вы дом построили, так и будете в нем жить. Хотя вы понимаете, что построенные дома тоже, особенно если дома хрущевского времени, они начинают рассыпаться потом и портиться. И надо их ремонтировать. То есть если вы что-то построили, то все, в том числе и дома, находятся в процессе прихождения. Если у вас есть трубы, по которым течет горячая вода к вам в дом, и даже в 20-ти градусный мороз, минус 20, у вас тепло в доме, это вовсе не значит, что так все время и будет. Если вовремя не заменились трубы, которые ржавеют, портятся, лопаются и так далее, то может случиться то, что у нас часто и бывает вдруг раз, и авария. Так мало того, что авария, что вот поскольку по трубам течет очень горячая вода, то происходит промойная, туда провалятся, или автомобили, или люди, и погибают в горячей воде. Так что куда бы мы с вами не кинули свой глаз, и что бы мы не стали внимательно рассматривать, если мы с вами рассматриваем, не забываем об этих диалектических категориях, не забываем о том, что все находится в становлении, а то есть все есть единство возникновения и прихождения, то вот тогда мы обнаруживаем вот это вот явление. Ну вот это прихождение, о прихождении я говорил, а можно то же самое сказать и о противоположной категории возникновения. Возникновение – это переход ничто в бытие во всем, все, что мы видим, все, что мы наблюдаем, все, что есть в жизни, все формы движения материи, все формы и уровни ее организации находятся в то же время в процессе возникновения. Ну вот возьмите вы обычный человеческий организм. Так сказать, вы не задумывались, а почему мы моргаем? Моргаем мы потому, что, значит, с одной стороны наши увлажненные глаза высыхают, и если мы не будем моргать, то не будет увлажнения, а если не будет увлажнения, то вот тем самым будет прихождение, то есть глаза будут сохнуть, нарушать свою функцию, но даже организм приспособился к тому, что если сам человек не думает и не моргает, или он так заслушался и загляделся на что-нибудь, что забыл, что надо моргнуть, хотя это есть такой, можно сказать, рефлекс, особенно не проходящий через мозг, то начинает тогда, если вдруг человек решил не моргать, а твердо решил смотреть и не моргать, что тогда произойдет? А тогда организм начнет выделять слезы, и слезы увлажнят ваши глаза, и как бы организм говорит, ну что за дурь пришла в голову моему хозяину, и, так сказать, из ваших глаз потягут слезы, и вы будете плакать по поводу дурости, так сказать, владельца этой головы, и этих слез. Так что, вот это процесс возникновения, так сказать, глаза-то с одной стороны высыхают, это прихождение, а с другой стороны глаза омываются слезами, и тем самым это процесс возникновения. Потом мы прекрасно знаем, что происходит в организме. А наш организм получает кислород через дыхание, то есть как только он получил этот кислород, когда он получает с помощью того, что мы вдохнули, это какой процесс? Это процесс возникновения, переход ничто в бытие. Не было кислорода в организме, и стало. В легких оказался кислород. А потом начинается процесс прихождения кислород с помощью крови, разносится по всему организму. Во все клетки поступает кислород, и из всех клеток забирается углекислый газ. И этот углекислый газ отправляется в легкие. И легкие вместо того, чтобы они были хранилищем кислорода, как они вроде бы оказались на время, они становятся хранилищем углекислого газа. Тогда что делает человек? Человек выдыхает этот углекислый газ и вдыхает снова кислород. Выдыхание углекислого газа и вдыхание кислорода – это процесс возникновения, это процесс насыщения организма кислородом. Когда это происходит? Все время это происходит. И человек жив только постольку, и тогда, поскольку, когда происходит процесс возникновения. А если вдруг нарушится что-то с дыханием человека, он не сможет вдохнуть, он упал, допустим, у него запали легкие и так далее, то он может умереть. Поскольку процесс прихождения идет, а возникновения не идет. Это же касается работы нашей кровеносной системы. Что у нас есть в кровеносной системе? У нас есть задача кровеносной системы, кислород и пища, которая попадает к нам в процессе еды, разнести ее по всему организму и снабдить все клетки. Эту роль выполняют сердце и артерии, и мелкие капилляры, по которым растекается артериальная кровь. С другой стороны, надо уносить продукты распада из организма, удалясь, и эту роль выполняет уже веносная кровь и соответствующая выделительная система. Поэтому, если мы посмотрим на организм с точки зрения вот этого движения, мы видим, даже есть разные органы и разные даже кровеносные сосуды, которые одни выполняют, так сказать, роль, связанную с возникновением, насыщают кислородом артерии, а другие связанные с очищением организма, с прихождением. Это венозная кровь или вены, венозные сосуды. То есть, это мы вот рассматриваем живой организм, но какой бы мы вообще процесс не рассматривали, и что бы мы ни делали, всегда во всем есть и то, и другое, и возникновение, и прихождение. Одно без другого не бывает. А вот соотношение возникновения и прихождение сводится к тому, что когда в организме процессы прихождения начинают превышать процессы возникновения, он старится и умирает. Когда это происходит, это по-разному у разных людей, в зависимости от того, как человек сам себя поддерживает и насколько он сознательно участвует в организации этих процессов. Если он никак не способствует своему возникновению, а наоборот содействует прихождению, бывает человек залеживается, он не поднимается, не делает физических каких-то упражнений, не ходит и так далее. Не потому что он, даже бывает, что он и побаливает, но тем не менее, вот если человек не обеспечивает этой необходимой работы, он начинает весь находиться в процессе прихождения. Ну а что касается вот таких организмов, которые являются предметом нашего рассмотрения, становления, к чему это можно применить? Вот мы можем, например, сказать о том, что был сначала период первобытного общинного строя или первобытного коммунизма. При первобытном коммунизме человечество прожило 90 тысяч лет. То есть 90 тысяч лет человечество прожило при коммунизме, и те, кто спрашивает, когда будем жить при коммунизме, им армянское радио, сердится, отвечает. При коммунизме уже жили. Оно имеет в виду и давнюю историю, и недавнюю историю, когда у нас была первая фаза коммунизма – социализм. Так вот, а потом ведь мы с вами знаем, наступило рабовладение, и вот, дорогие наши коллеги, историки изучают этот процесс. Рабовладение, форму этого общества и содержание, и с точки зрения производства, и с точки зрения науки, культуры, и развития всех процессов в этот период. Ну а как проявилось? Ведь был же первобытный коммунизм, а теперь рабовладение. Была собственность общественная, а теперь собственность какая? Рабовладельческая. Это же первая форма частной собственности. Рабовладельческая собственность. Собственность рабовладельца. В том числе она распространялась и на рабов, поскольку раб – это просто говорящие орудия с точки зрения рабовладельца. А почему это говорящие орудия? Потому что он как бы и не должен жить. Это поверженный враг, но его милости ему разрешили жить и трудиться для того, чтобы обеспечивать рабовладельца необходимыми средствами питания, строить там жилье, водопроводы и так далее. Как известно, водопровод построен рабами Рима. И заодно и поддерживать свое собственное существование. Поэтому о них уже и позаботили рабовладельца, чтобы они жили. Но жизнь их состоит в том, чтобы быть послушным орудием. А те, кто что-то не выполняет, тех просто убежал, убивают и все. Какая ответственность рабовладельца за смерть раба? Никакое. За его орудие. Любое орудие может выбросить, так сказать, уничтожить. Поэтому он может убить раба. Так как если имело место одно состояние в обществе, первобытно-общенный коммунизм, а потом другое состояние общества, что произошло? Произошло становление рабовладения. Это длительный период. И как всегда бывает, вот эти моменты, связанные с движением одного общества и превращением его в другого, они плохо изучены. То есть вот вы очень много можете книг найти про то, как жизнь проходила первобытно-общинной формацией коммунистической, про рабовладение многих, а как вот этот процесс произошел, как происходило это, разложение первобытных общин и становление рабовладельческого общества, то есть возникновение рабовладения и прихождение первобытного коммунизма, но вот на эту тему гораздо меньше написано. Почему? Это тема сугубо диалектическая как раз, которая берет общество в движение, и не просто в движение, а переход от одного относительно спокойного состояния. Спокойное, потому что, как вы понимаете, и первобытный общинный коммунизм, он все время развивался, потому что развивались орудия, средства производства, вместе с ними развивался человек, развивался его сознание, ум, язык развивался, развивались элементы культуры и так далее. Культуры материальные и культуры духовные. А забегая вперед, мы рассказали, что культура – это накопленный опыт человечества, материальный и духовный. И вот эти процессы были, они шли, но они в сравнении с переходом от первобытного общинного коммунизма к рабовладению. Они были довольно медленными, а этот переход сравнительно быстрый, он занял несколько столетий. Вот более глубоко и более тщательно эти процессы еще недостаточно изучены. Это большой объект и предмет для исследования наших историков. Ну а дальше нам с вами хорошо известно, что после рабовладения наступило новое общество, феодальное. Но ведь рабовладение разлагалось, то есть находилось в процессе прихождения, а новый строй, феодальный, находился в процессе возникновения. И вот мы знаем, что в рабовладельческом обществе была и демократия, хотя эта демократия была властью большинства рабовладельцев над меньшинством рабовладельцев. Ну и некоторое количество свободных граждан, что включалось в эту демократию. А рабы вообще не включались в это государственное устройство. Почему они не включались? Потому что они говорящие орудии, ни о какой демократии по отношению к рабам не может идти речь. А при феодолизме никто в основном в демократию и не играл, хотя, как некоторые отличия от общей такой формы, устройства государства и общества, мы можем назвать, скажем, новгородскую и псковскую демократию. Это какие-то две республики были. Но эти республики были задушены вооруженной силой соответствующего верховного органа, которым выступал монарх. Поэтому, с одной стороны, было становление демократии при феодолиме, а было ли прихождение? Причем прихождение победило. В общем и целом, ни о какой демократии в условиях феодолизма речи не идет, потому что это есть один класс, и это класс, который учится с самого начала, с самого детства. С самого детства он готовится к тому, чтобы управлять обществом и государством. Это служилые сословия, это вот эти дворяне, это те люди, которые должны служить, должны готовиться к государственной службе. И поэтому от них требуется и усилие, и дисциплина. Но для чего они требуются? Чтобы они могли потом господствовать, после того, как они подготовились. То есть это возникновение. Каждый член дворянского сословия, каждый молодой представитель феодального класса должен подготовиться к тому, чтобы руководить. Каким классом? Крестьян. Крестьяне, они должны, во-первых, быть довольны, что им оставляют жизнь, в отличие от рабов, поскольку прошло становление феодализма, и раба или работника уже нельзя убить. Вот тот работник, которого нельзя убить, или раб, которого нельзя убить, а можно только заставить работать, уже не раб, а крепостной, крестьянин. Вот крепостной, с ним все, что угодно можно сделать, кроме того, что убить нельзя. Да и даже можно сказать, что феодальное государство тех помещиков, которые убивают крестьян, преследует. Ну, не сильно преследует, наказывает, но не сильно наказывает. Уж совершенно понятно. Вот так обстоит дело с феодализмом. Спрашивается, а как вот это произошло? Как так получилось, что было-было рабовладение? А потом раз – и феодализм. Вот самое-то интересное здесь не только развитие, в самом надо уже рабовладении найти вот этот момент, момент прихождения. Два противоположных движения в становлении. Одно движение – переход ничто в бытие, а другое – переход бытия в ничто, называется так. Переход ничто в бытие называется возникновение. А переход бытия в ничто называется – прихождение. Вот мы должны это запомнить и сказать, что это вот движение любого общества, как и любого организма, имеются оба этих момента. И они между собой борются – и возникновение, и прихождение. Но вот эта борьба этих двух моментов возникновения. На первом этапе развития рабовладения преобладал момент возникновения, возникновение рабовладения из первобытного коммунизма. А на втором этапе – момент прихождения, разложения рабовладельческого общества и превращения его в феодальность. А на первых этапах развития феодализма преобладал какой момент? Возникновение феодализма. А прихождение было? Как только он возникает, сразу же не бывает возникновения без прихождения. Не бывает возникновения чего-либо без другого противоположного момента. И тот, кто понимает, что диалектика – это наука всеобщим, она применима ко всему, должен понимать, что не бывает такого возникновения, которое было бы просто возникновением без прихождения. И не бывает прихождения без возникновения. Но если вот уже перевешивает прихождение, то феодализм начинает умирать. А что на его место становится? Начинается становление капитализма или возникновение капитализма и прихождение феодализма. Этот процесс тоже должен быть рассмотрен. Но вот, скажем, процесс перехода рабовладения в феодализм, он рассматривался таким образом, что просто были войны, были набеги, и в итоге, после разрушений и набегов, так получалось, что уже восстанавливалось государство и общество не рабовладельческое, а феодальное. То есть, на самом деле, проходила революция, переворот. Был один строй, а стал другой. И это был социальный скачок. А скачок, как гласит наука логики Гегеля, это перерыв постепенности. Вроде постепенно, постепенно, раз, уже общество другое. Перерыв постепенности. Это есть и в обычной жизни физической. Если вы возьмете, скажем, и будете нагревать лед, вот вы его нагреваете, 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 он все, лед, 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 потом раз, и он превращается в воду. Или, когда вы берете воду и начинаете ее дальше греть, и греете, и греете, и греете, и все, так сказать, ну, она теплее, еще более теплая, еще более теплая, она уже горячая, она очень горячая. И, наконец, вы слышите шум. Вот я когда задаю вопрос о том, а что за шум? Почему этот электрочайник, когда он вскипает, почему там шум? Некоторые товарищи говорят, это потому, что лопаются пузыри. То есть обычно в голову приходит прямо противоположное тому, что происходит на самом деле. Вот именно наоборот. Когда внизу, так сказать, больше слои, более горячей воды поднимаются наверх, в них еще, в них уже пузырьки пара, а наверху еще более холодные слои. И эти самые пузырьки схлопываются, не разрываются, что-то может разрываться, а схлопываются. То есть пар превращается снова в воду. Это прихождение этих пузырьков. И вот эти аплодисменты, которые производят закрывающиеся маленькие пузырьки, дают нам эффект такого шума. И раз, вода закипела вся, вся превращается в пар, и в этот момент выключает. То есть прихождение этого кипения наступает благодаря тому, что у нас встроен в чайник соответствующий механизм, который реагирует как раз на температуру. При температуре свыше 100 градусов, при том, что это уже температура воды, а не только каких-то нижних слоев, чайник выключается. То есть быстрым скачком происходит прихождение. А дальше уже не скачком, дальше все начинается остывание. Если вы не успели горячий чай попить, вам в это время позвонили по телефону, вы поговорили, а потом не знаете, что делать. Вроде не хочется снова ставить чайник, потому что не рекомендуют один и тот же кипяток по 10 раз греть. А он теплый, можно так взять, вылить и снова налить, то могут снова позвонить. Ну, в общем, эти процессы возникновения и прихождения куда ни кинь, вы всегда их будете рассматривать, всегда их видеть. Так вот, я хочу сказать, что вот этот процесс превращения феодализма в капитализм тоже не очень здорово изучен, поскольку, скажем, ну вот, если говорить о революции, как то, что прямо на слуху и на виду, да, вот была Великая Французская революция, головы отрубали с помощью гильотины. Вот, людям, которые этим занимались, вставили памятники, назвали улицы, набережные. Вот, например, у нас в Ленинграде была набережная Робеспьера и бывший губернатор. Ему не понравился этот буржуальный революционер, хотя весь мир, в общем-то, и все культурные люди признали, что французские революционеры продвинули историю человечества в период. Продвинули, потому что они беспощадно боролись, так сказать, со всякого рода реакцией. И поэтому не случайно у нас улица названа Марата и набережная Робеспьера. Ну, наш бывший губернатор решил, что вот гораздо важнее, чем этот самый Робеспьер, французский буржуальный революционер. У нас важнее, что там была Воскресенская набережная, на этой, вот раньше, Воскресенская церковь на этой набережной. И решили, и он тогда своим решением назвал эту набережную Воскресенской. Хотя это довольно странная история. Вроде бы французская революция нас научила тому, что надо отделять школу от церкви и от церковь от государства. И церковь от школы. А тут, значит, наоборот, человек, который тут губернатор, крестные ходы в рабочее время, значит, из Казанского собора по Невскому, вплоть до Александра Невского площади, возил и, так сказать, демонстрировал, что можно и не работать вообще в рабочие дни. Можно вообще и нарушить вообще весь режим и деятельность города. Ну вот его работы остановили, освободили. Я думаю, это его прихождение. Потому что не надо идти вспять. У нас буржуазное общество, а зачем же вы лидеров буржуазного общества, вождей буржуазной революции так? Они ведь их должны уважать не только буржуазии, но и коммунисты, да? Представители, скажем, более высокой формы общества. Почему? Потому что не было бы буржуазной революции, не было бы и коммунизма. Потому что это уже следующая ступень. Как же вы не уважаете? Если вы не уважаете буржуазных революционеров, значит, вы вообще революционеров не уважаете. Надо уважать всех тех, кто продвинул человечество вперед. Хорошо ли изучено вот это вот движение, превращение? Превращение феодализма в капитализм. Я хочу сказать, что в целом неплохо изучено. Но, скажем, Маркс в «Капитале» этого не сделал. У Маркса в «Капитале» рассматривается в качестве такого базового государства, общества. Это английское общество, в котором процесс прихождения феодализма в сельском хозяйстве был необычным, не характерным для Европы и для других стран. Дескать, выгнали крестьян, заселили эту землю овцами и стали производить шерсти, шерстяные изделия. Но для того, чтобы выгнать крестьян и заселить эту землю овцами, нужно что иметь? Нужно иметь продовольствие, которое кто-то в другом месте и в другое время производит. То есть это вот должны сделать европейские страны. Поэтому развитие капитализма и феодализма не таким было, как в Англии, и в Германии, и во Франции, и в России. И поэтому вот эту работу, исследование того, как феодализм превращается в капитализм, в деревни, прежде всего в деревни, которая была обширной и которая в феодальное время была вместилищем основной массы населения. Так вот, есть такая работа у Ленина, которая называется «Развитие капитализма в России», когда Ленина посадили в тюрьму по делу Союза борьбы за освобождение рабочего класса. И он у нас там, наш Полярный, просидел год в тюрьме и там делал зарядки для того, чтобы... Я даже писал своим родственникам, что я делаю тут наклоны, занимаюсь физическими упражнениями, чтобы он не заболел и не умер в этой тюрьме. Ну, а потом его, как дворянина, сослали в далекую ссылку, Шушинская, и он там пробыл три года. Ну, как дворянин, он немножко побольше получал пособия, чем другие на существование. И он занялся этой работой, как некоторые сидят в аспирантуре или в аспирантуре, три года. Ленин три года пробыл в ссылке на свежем воздухе, вместе с помогавшей ему Крупской, он написал книгу «Развитие капитализма в России», где показано, как в деревне разлагается крестьянство, одни разгоряются, становятся батраками, то есть сельскохозяйственными рабочими, пролетариями. Другие обогащаются и нанимают этих пролетариев, батраков. Это сельскохозяйственные справные крестьяне, как некоторые говорят, кулаки. Кулак – это не просто богатый крестьянин, он может быть богатым крестьянином, но не использует чужой труд. То есть у него родилось много сыновей, они подросли, много работников, они арендовали дополнительные земли у тех, у кого рук мало для обработки, они трудятся очень много, и у них поэтому есть и несколько коров, и лошади, и так далее. Они достаточно зажиточные, но они не кулаки, не буржуа. Люди, которые этого не понимают, и меряют, кулак человек или не кулак, не тем эксплуатирует он или не эксплуатирует он работников, живет за счет эксплуатации, или даже кого-то эксплуатирует, но у него что является главным источником существования? Если главным источником существования является чужой труд, значит, это кулак. А если главный источник существования – это свой собственный труд, труд своей семьи, он не кулак, даже если он очень богатый, и много у него и коров, и мельница, и прочее. Надо сказать, что сейчас вот говорят, да, раньше не разбирались люди в этом, не знали, не делали много ошибок, но вот у меня достаточно большой опыт преподавания в политэкономии, я кандидат экономических наук и закончил аспирантуру по политической экономии после того, как кончил Матмех. И я преподавал на Матмехе политэкономию, потом преподавал ее на экономическом факультете, на отделении экономической и кибернетической. Я должен сказать, сколько я вот не преподавал, никто не знает, такие кулаки. Студенты, сколько их нестолковые, не объясняют, они все равно, как вот эти примитивные и малограмотные, скажем, работники, которые старались бороться с кулаками, они не знают, кто такие кулаки. Они бы отправили очень много людей в Сибирь под видом кулаков, хотя они кулаками совсем не являются. Еще раз повторяю, если я использую чужой труд, и значительно использую, допустим, треть дохода, который я получаю, это доход от эксплуатации других людей. А две трети дохода от своего собственного труда. Кто, я кулак или не кулак? Нет, не кулак. А когда я кулак? А когда у меня больше 50% дохода от труда других, это что означает? Это означает, что я эксплуататор, потому что эксплуатация – это присвоение чужого, неоплаченного труда, чужого. Если я у мамочки своей сижу на шее, и она мне все делает, это, конечно, я присваиваю ее труд. Но это не чужой, поэтому это эксплуатацией не считается. И вот мы знаем, что у нас есть такие люди, достаточно уже пожилые, которые, скажем, великовозрастных за 30 лет детей продолжают кормить, а те сидят на шее у своих родителей. Общество это не преследует, поскольку я скажу, ну уж вы там сами решили в семье, кто работает, а кто кушает. И вот уже престарелые больные родители работают, а эти великовозрастные дети являются по существу эксплуатацией, а по форме нет. По форме – это же свой труд, не чужой. Поэтому, поскольку определение эксплуатации – очень четкое эксплуатация – это присвоение чужого, неоплаченного труда. Поэтому есть что изучать. Вот эта вот очень хорошая работа развития капитализма в России, она может показаться скучной. Третий том полного собрания сочинений. Почему? Потому что там очень много данных. Очень много все это доказывается не тем, что не рассуждениями общего плана, а все это доказывается на данных статистики. Статистика была прекрасной в царской России. В земской статистике замечательной. И Ленину присылали родственники все эти данные, он их собирал и суммировал, делал соответствующие таблицы и очень аккуратно этот процесс исследовал. В этом смысле он сделал ту работу, которую Маркс и Энгельс не сделали. Вот эту вот работу показать, как в европейских странах, где не путем огораживания, а путем естественного развития капитализма в деревне, и получился капитализм. А в городах, как развивается капитализм, это показал Маркс. Но для того, чтобы в городах развивался капитализм, надо, чтобы туда приходили свободные от всяких крепостных обязанностей работники. То есть надо, чтобы из деревни они приходили. Вот этот процесс описан Лениным в книге развития капитализма России за подписью В. Ильин. Это обычное дело. Подписывался Владимир Ильич, то есть Ильин. Так иногда люди и говорят, вы чей, я Ильин. То есть если у вас отец Илья. Так. Следующий процесс. Превращение в становление. Это что же становление, да? Это прихождение капитализма и становление социализма. Был такой процесс? Был. Вот этот процесс очень сложный, к нам уже близкий, поскольку сейчас, в современном мире почти треть населения Земли живет в социалистических странах. Значит, их стран в силу прохождения того, что есть контрреволюции в тех или иных странах, это вот процесс прихождения, а мы двигаемся вперед к новому обществу, уже мир двигается к обществу коммунистическому. Ну вот социалистические страны, если быть более точными, конечно, поменьше, чем треть, потому что 7 миллиардов это население Земли, а полтора миллиарда, полтора миллиарда это население стран, в которых уже построено, в которых создано социалистическое государство и строится, или построена первая фаза коммунизма. А первая фаза коммунизма построена только в КНДР. А была построена в СССР, в ГДР, в Чехословакии, в Венгрии, Болгарии, Румынии, вот в Албании. А в Польше не была построена. Почему? Потому что польские товарищи решили коллективизацию не проводить. И они не запомнили то, что Сталин еще говорил, что если у вас будет в городе общественная собственность или коммунистический уклад, а в деревне у вас будет буржуазный уклад, не проведена коллективизация, то такое общество долго устоять не может. Поэтому, если другие страны в ходе контрреволюции, то есть в ходе прихождения и движения вновь к капитализму пришли к капитализму от социализма, который уже у них был, то Польша, она и не построила социализм, в Польше не было социализма. Это была страна социалистическая, в которой социализм не построен. Вот мне приходится встречаться с такой позицией, причем она воинствующая такая позиция, люди возмущаются, когда говорят, что Китай социалистический, или Вьетнам социалистический, или, скажем, Лавос социалистический, или Куба социалистическая, на том основании, что там, дескать, не построен социализм. Людей, так сказать, грамотные знают, что социалистической страной называется страна, в которой создано социалистическое государство. От создания социалистического государства, то есть установления диктатуры предрята, до того момента, когда вся экономика станет социалистической и когда, следовательно, страна станет социалистической не только по названию государства и по типу государства, а в ней не будет других укладов, кроме уклада социалистического, но вот этот процесс пока не усвоен. И поэтому люди думают, что если страна социалистическая, то в ней уже построен социализм. Это не так. У нас вот, скажем, революция в 1917 году произошла, и страна наша была социалистической, поэтому с 1917 до какого года? До 1936 года шло становление социализма. Становление. А что значит становление социализма? Это когда процессы возникновения социализма брали верх над процессами прихождения капитализма. Если кто думает, что нет было этих самых процессов прихождения, то он не понимает диалектического характера этого движения. Причем это было записано даже в программах. Вот, скажем, в программах по политэкономии и социализму, а я вот по этой программе преподавал на математико-механическом факультете, было написано так, возникновение и становление социализма. А прихождение где? Что нет его? Но если вы думаете, что не будет прихождения, то вы к нему не готовы. А если вы не будете готовы к прихождению, значит, вы не сохраните то, что становится, то, что возникает. Поэтому у нас, можно сказать, мина замедленного действия была в том, что громадное большинство трудящихся не подготовлено было эти диалектические, и не видели вот того, можно сказать, что я так подробно на этом самом прихождении и возникновении останавливаюсь. И уж такие вроде простые вещи. Возникновение и прихождение, они никогда не существуют одно без другого. Близнецы и братья. Не бывает возникновения без прихождения, не бывает прихождения без возникновений. Тем не менее, вот, дескать, вот мы построили социализм. Все, как только вы его построили, что с ним стало происходить, как только вы его построили, это значит наличное бытие социализма. Наличное бытие. А если вы наличное бытие социализма, то за наличным бытием социализма что может быть? А вновь, может быть, бытие превращается в ничто и снова прихождение. Поэтому ничего такого с точки зрения диалектической, удивительного, в том, что социализм может быть разрушен и снова общество может опуститься в пучину капитализма, ничего там такого, так сказать, с точки зрения диалектики, необыкновенного нет. Вот. А вот все эти попытки к общественной, к социальной жизни применять не диалектику, а строительные понятия, дескать, мы построили. Да даже вы дом построили, ваш дом, как только вы его построили, он начинает разрушаться. Любой. Но он медленно разрушается, конечно. Медленнее всего разрушается здание, построенное в период феодоризма. Они очень прочно были построены, основательно. Поэтому самые прочные здания у нас – это Таврический дворец, это Смольный собор, это Исаакиевский собор. А вот, скажем, недалеко от меня есть такое типичное такое здание, многоэтажное, гостиница морская, на проспекте Пархоника. Она вся, вот все, все осыпается с нее, все, кирпичи уже летят с нее. И вся облицовка летит, ее и ремонтировали, и делали какие-то навесы, чтобы людям по голове не било, которое выходит из этого здания. Потом их несколько раз залепляли. Люди рисковали жизнью, значит, на канатах там висели и снова пришли, делали эту облицовку, все равно он весь так, все вот это здание таким. Или вы, скажем, в площади мужества можете зайти на непокоренных слева и увидеть там гостиницу с красивым названием, отель. Весь отель вот таких щербинах, потому что отваливаются куски облицовки и куски кирпича. Потому что и кирпич был хрущевский, и облицовка хрущевская. И как можно определить, сталинский дом или хрущевы? Очень просто. Вот, скажем, если вы зайдете с площади Светлановской на 2-й Муринский проспект, то первый дом справа, он стоит как игрушка. Его никогда не ремонтировали с момента строения. И, наверное, очень не скоро будут ремонтировать. Там ничего не отлетает, и ничего не пачкается, и ничего не притягивает себе пыль и грязь. Потому что люди, которые его строили, подумали, что есть такие материалы, которые пыль и грязь отталкивают, а есть такие материалы, которые пыль и грязь притягивают. Если вы такие построили дома, то они будут через некоторое время их покрасить, и они опять будут серые и грязные. Как узнать дом, новый или старый? Если в сталинское время построено, значит, выглядит хорошо, как новенький. А если в хрущевское время, он уже выглядит плохим. Вот еще один, так сказать, пример. Если вы возьмете, так сказать, от Светлановской площади, пойдете в сторону проспекта, который раньше назывался Карла Маркса, по Энгельса, а теперь называется Большой Самсоневский, поскольку Маркс кому-то не угодил, а Энгельса нельзя было убирать из названия, поскольку папа у него был фабрикант, капиталист. Поэтому в буржавное время Энгельса надо было оставить. Его оставили. Вообще и собрание сочинений надо сделать. Большой Самсония и Энгельса, видимо, потому что как-то не соответствует. Так вот, как только вы уйдете из площади Светлановской по левой стороне, там такой большой магазин, называется «Точка света». Дорогой такой магазин. Их такой высокий дом как-то выбивается из этих. Этот дом был построен на месте сталинского дома. Крепко его решили этот сталинский дом убрать. Зачем? А потому что если его убрать, освободится место для строительства. И можно построить и денег получить гораздо больше, чем потрачешь за то, что убираешь сталинский дом. И так оно и произошло. Убрали и рекламировали дом, который строит там. Как бы один зуб вырвали из цепи сталинских домов. И поставили Нью Сталинку. Нью Сталинка. Ну, раз Нью Сталинка, такие у нас висели объявления, что меняю квартиру в хрущобе на комнату в сталинском доме. Поэтому туда пошли люди с деньгами. И вот можно было наблюдать так. Быстро довольно построили, прямо как в сталинское время. Раз, 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 значит, это все убрали и построили, встроили рядом, так вот стоят сталинские дома. И вдруг дом вот этот такой большущий, еще выше стал и шире. Ну, здесь уже нельзя на улицу его в ширину, а вот во дворе его расширили, чтобы сделать больше пространства и больше денег слупить, содрать тех, кто будет платить. Это все удалось сделать, деньги собраны, все хорошо. И облицовка. Ну, вот на этих домах сталинских, вот такой толщинный гранит с херой. Стоит на угловом доме, такой толщины. А тут вот на этом доме, не у сталинского, вот такой толщины гранит. Такой красивый, коричневый. Этот гранит моментально отлетел, и вот на этот новый дом выглядит, ну, весь, как, весь облупившимся таким. Все вот отваливается, и в этом прекрасном магазине, вход в этот прекрасный магазин через вот это вот, через такие деревья, около которых все отлетело. Они уже приклеивали опять это еще отваливаться. Ну, одним словом, ни у сталинка, ни у сталинка. Короче говоря, куда бы мы с вами взор не кинули, мы наблюдаем процессы и возникновения, и прихождения, а вот эти два противоположных процесса называются процессами, процессами какими моментами становления. Итак, давайте дофиксируем, что вот в истории при переходе от одного, от одной формации к другой, от одного способа производства к другому, от одного общества к другому, происходит становление. Оно становление и так имеет место. И тогда, когда, можно сказать, это общество никуда не переходит. Потому что все двигается, все течет, и поэтому это становление есть все время. Но вот такое становление, когда просто от одного общества к другому осуществляется переход, так он называется, переходный период. И вот переходные периоды по-разному организовываются или по-разному осуществляются в зависимости от того, от какого общества к какому идет переход. Если вы возьмете переходный период от феодализма к капитализму, он как осуществляется? Он осуществляется экономически. И очень постепенно. И, наконец, когда уже бушарный класс уже есть, уже есть рабочий класс, который готов поддержать буржуазей, который объявляет общенародные лозунги и говорит, что вот мы за народ, надо освободить народ от крепостной довисимости. И это рабочий класс поддерживает, и крестьяне поддерживает. Поэтому и крестьяне, и рабочий класс гибнут в буржуазных революциях, а буржуазей приходят и начинают всеобщую эксплуатацию. Весь народ уже эксплуатирует, а не только некоторых, которые выберись из деревни, и, значит, вот их можно в городах эксплуатировать. Так что это большое событие для буржуазей, большое событие для всего народа. И действительно, буржуазная революция является народным. Почему? Потому что они освобождают весь народ от крепостной зависимости. И это большой, очень, прогресс. Поэтому мы всегда отмечаем прогресс, прогрессивность и выдающийся вклад буржуазных революций в развитие человечества. С другой стороны, все эти разговоры, что вот весь народ заживет, это, как известно, является буржуазным обманом, потому что свергали это мы все вместе, все участвовали, гибли, конечно, трудящиеся в буржуазную революцию. Как скажем у нас, буржуазную революцию в феврале много народов погибло, наверное, тысячи или похоронены на марксовом поле. А воспользовались буржуазные для того, чтобы набивать в себе карманы. Ну, можно сказать, рабочий класс тоже восходился буржуазной революцией, чтобы создать советы и начать становление уже коммунизма. Потому что с советов начинается движение становления коммунизма, потому что в условиях капитализма уже создаются такие органы, которые в состоянии разобьются взять власть. Не ту власть, которая есть, а ту власть советскую установить. Некоторые борются за ту власть, которая является буржуазной. Мы говорим, иду во власть, или сейчас вот будут выборы, я иду на выборы. Ну, куда, в какие выборы ты идешь? Ты идешь в выборы того, кто будет от имени буржуазии вгнетать, подавлять, вгнетать народ. Вот в чем состоят эти выборы. А другое дело, что советская власть устанавливается как власть уже другого класса. Власть рабочего класса, который находится в худшем положении по отношению ко всем другим слоям и классам общества, и поэтому с его руководством связан подъем всех слайдов и классов и улучшение жизни для всех. Так вот, прихождение феодализма проходит в рамках феодализма. Потом наступает буржуальная революция и уже все готово и капитализм. Не так совершенно происходит с возникновением коммунизма, с возникновением коммунистической формации. Тоже есть переходный период, он начинается, этот переходный период с взятием власти. Вот как только власть взята и как только власть стала не буржуальная, а власть, диктатура, пролетариата, начинается переходный период от капитализма, коммунизма. А что в начале этого переходного периода? А в начале такая ситуация, власть социалистическая, диктатура пролетариата, а вся экономика капиталистическая. Вот если спросить, а какая экономика в России была сразу на второй день после революции, в семнадцатом. Ну какая? Какая была? Капиталистическая. А на третий день? Не на третий день, а через месяц? И через месяц капиталистическая. И что? Власть, диктатура полетриата тут сидит со знаком, у нас тут в Смольном сидят, в виде советы. А экономика какая? Экономика капиталистическая. А вот когда праздновали Новый год 31 декабря, какая была экономика? Да какая была? Капиталистическая. То есть что изменилось? Изменилось кое-что экономика, только одно, что был сразу установлен рабочий контроль. Рабочий контроль. А рабочий контроль что означает? Что вот рабочие, которые потенциально могут начать руководить экономикой, они наблюдали за тем, как руководят капиталисты. А могут они вмешиваться в управление экономикой? Нет. Они не могли не отменить никакое указание никакого хозяина и никакого директора завода. Они могли только наблюдать. Они могли только следить за тем, чтобы все не открутили что-нибудь от средств производства и не выбросили в Неву или в другие реки. Потому что один человек может остановить большое производство. Если он знает, как устроены машины, если он от этих машин важные части, так сказать, отделит и выбросит, то тогда бесполезно потом будет налаживать или невозможно налазить. Поэтому рабочий контроль обязательно нужен. Он предшествует национализации. Но это переходный целый период. И этот переходный период начинается с установления государственной власти, с установления рабочего контроля. А что касается деревни, то там вообще развитие капитализма пошло бурное, как только землю дали крестьянам. Правильно? Почему? Забрали у помещиков, у феодалов, у старого класса феодального общества, у землевладельцев, которые душили и которые не освобождали крестьян, забрали у них землю и разделили. Иногда говорят, вот большевики, отнять и разделили. Это относится не к большевистской программе, это относится к тому, что нужно было сделать деревню, то есть осуществить деревню буранную революцию. То есть у нас что произошло в семнадцатом году? Социалистическая революция в городе и буранная революция в деревне. Потому что наконец-то дали крестьянам землю и начался естественный процесс. У кого мальчиков больше родилось, они вырастут и больше работников, они будут земельку арендовать, лучше обрабатывать, будут богатеть. А у кого девочки, да, они еще замуж по выходят, и поэтому вообще работников будет мало, и придется эту землю или продавать, или отдавать. Короче говоря, одни будут богатыми, другие бедными, из одних семей будут получаться бодраки, из других семей кулаки, и будут середники и основная масса деревни. То есть это буржуазное развитие деревни. Это буржуазное развитие деревни шло в условия социалистического устройства государственного общества, российского. Но до социализма было очень далеко. Поэтому этот переходный период мы должны рассматривать как период становления социализма. И он начинается с установления государственного диктатуры Батриата. Если мы сейчас еще отвлечемся от России и пройдемся по другим социалистическим странам, то мы что скажем? Что вот КНДР этот переходный период прошел, и там сейчас первая или низшая фаза коммунизма. Это такой коммунизм, который во всех отношениях несет отпечаток того общества, с которого он вышел. Поэтому если вы видите там всякие негативные явления, негативные моменты, это да, естественно... А как вы думали, что такое низшая фаза коммунизма? Это коммунизм с родимыми пятнами капитализма. И так мы только и можем его... Нет же там высшей фазы коммунизма. Это что, высшая фаза, что ли, в Корее? Нет, конечно. Я там в Корее был две недели. Очень хорошее там общество и очень жизнь хорошая. По сравнению с нашим житием тут в России. Там прекрасное развитие науки, техники, образования, культуры. Никаких бомжей, ни проституток. Все это чистота, красота. Другое дело, что богата, они еще пока не живут. А это почему? Потому что много приходится тратить на защиту своей страны. Они в состоянии войны. Против них воюет семнадцать государств. В Пан Мэн Джоне вот стоит большой стол, пополам разделенный. С одной стороны семнадцать флажков во главе с США. Под флагом они воюют. В Корее один флажок. Ну, кажется, это, наверное, задумывается над тем, что, если вы не будете заниматься, так сказать, и ракетной техникой, и производством ядерного оружия, завтра вам открутят голову. Очень быстро. И пример войны во Вьетнаме, по-моему, всех. Да и у них и свой пример. Они же воевали уже со США. Была уже война в пятьдесят третьем году, да? Да, пятьдесят третий. Пятьдесят? Три года. Да. Пятьдесят третий год. Так что, как говорится, им не надо из книжки это учитывать. Они знают, что там было всё уничтожено. Всё построено новое. Весь, все города построены новые. Всё стоят, всё. Отстроены в Кеньян. А не было, всё было разбомблено. Всё уничтожили американцы. Хорошие у них самолёты. Американские рабочие очень хорошо, тщательно делают бомбы, которые потом сбрасывают на другие государства. Вот одна страна. А все остальные страны социалистические, как они называются, на каком периоде находятся? Они находятся в процессе становления социализма. Вот эта категория становления вот тут и применима. Они все находятся в процессе движения от капитализма к коммунизму. А что это за движение? А в становлении два момента, которые мы указывали. Один из них называется возникновение, а другой – прихождение. А прихождение есть? Есть. Вот сначала на Кубе, например, было всё общественное, все средства производства общественными. Она была уже первой фагой коммунизма. Потом, в силу того, что, значит, Советский Союз уже не помогал, а у них своих сил не хватало, они не могли удержать эти завоевания, и они перевели миллион рабочих в самозанятых. Самозанятые – это такое красивое, замаскированное название для мелкогуржуазии. Что значит «самозанятые»? А это значит, государство тебя выбрасывает с государственного предприятия и говорит, куда хочешь, туда иди, чем хочешь, тем занимайся. У нас вот тоже иногда, вот я видел такие выступления, Дмитрий Андреевич собирает там, народ говорит, вот мы тут решили помочь самозанятым, чтобы они, так сказать, безработным, которые, нахуй, начните своё дело. Вот вам пятьдесят тысяч для начала, один говорит, я куплю три козы. Одна коза будет у меня амортизация, то есть возобновление того, что у меня была вторая коза, это будет у меня накопление, а третья коза будет трибыль. Потом одна, вторая и третья коза подопли. Почему подопли? Да нет же никаких изотехников, нет никакой науки, нет никакой практики. Или, скажем, у меня там даже родственник был такой, который занялся этим фермерством, как ему рекомендовали, из кровати металлической сделал такие телеги и на них ездил. А жена у него, значит, спала рядом, когда свинья должна была охотиться, и чтобы у него не потерять этих поросятов. Вместе с свиньей и поросятами не пропустить этот момент, чтобы спасти. А потом они, где свиньи, подохли. И все их надежды, что вот это нам позволят, это приобрести, это вот это, вот это. Дескать, свиньи ей много будет. Это нереально не давалось, так сказать. Разорение – это обычное дело среди мелких буржазей. Вот в таком состоянии этот миллион самозанятых на Кубе. Поэтому Куба находится в процессе становления. Только кто это становление подойдет, это еще, как говорят по-русски, бабушка наглое сказала. Потому что при Фиделе Кастро становление шло с превышением возникновения над прихождением. При Рауле Кастро вот начались эти самозанятые, а вот теперь при новом руководстве неизвестно. Удержат там хотя бы переходный период от капитализма к коммунизму, а не получится ли там того, что произошло в европейских странах социализма. А в европейских странах социализма что произошло? В Албании, Болгарии, Венгрии, Румынии, Польше, Чехословакии, ГДФ. Что произошло? Произошло движение вспять. Ну, Югославия и не построила социализм. Она же придумала, если у нас в предприятии будут отдельные собственности. Это идея такая кооперативного социализма. Это коллективная частная собственность. На частные собственности они построили социализм. Поэтому они благополучно вернулись назад в капитализм. Тогда на них империалисты набросились, разорвали их на части. И теперь вместо одной социалистической по названию Югославии много-много буржуазных государств. А все остальные так бы они не разорваны. Они просто превратились в буржуазное государство. И переходный период у них закончился. Только они обратно пришли вперед в коммунизм. Теперь пошли обратно к капитализму. Почему? Потому что тенденция прихождения, момент прихождения возобладал над моментом возникновения. И, наверное, при сильном и могучем Советском Союзе, в котором было правильное сталинское руководство, преобладало в восходящий момент. А здесь нисходящий, при Кручеве и далее. И неудивительно, потому что в самом Советском Союзе тоже прошла эта тенденция. Тенденция прихождения стала главной. Когда она стала главной? Она стала главной в 1961 году, когда уже официально правящая партия отказалась от диктатуры бультериата. Без диктатуры бультериата невозможно двигаться вперед. То есть в каких-то еще моментах, в чем-то еще двигаться можно, но в общем движении побеждает прихождение. И вот это победившее прихождение привело дело к тому, что это прихождение продолжалось у нас. Хотя в этих элементах возникновения тоже были и моменты возникновения не пропадали. С 1961 года по 1991 год 30 лет совершалось движение от социализма к капитализму. И наконец в 1991 году завершилась реставрация капитализма. И теперь у нас при капитализме два момента. Один – момент прихождения капитализма, а другой – момент возникновения капитализма. А прихождение капитализма – это момент движения к коммунизму. То есть есть движения, в том числе и монополизация, которая тоже является таким положительным моментом. Хоть и ругают монополии, но монополия – это более прогрессивное общество, чем мелкий бизнес. Хотя все пытаются приподнять этот мелкий бизнес и все время кидать миллиарды туда, в тот же медведя. Надо поддержать мелкий бизнес. Вы же сказали, что у вас капитализма, что будут сами бороться. И стихийно, так сказать, сильные побеждают, слабые пропадают. А вы все время поддерживаете слов. А в итоге все равно эти слабые тоны. И в итоге у нас, в России, имеет место движение к монополистическому капитализму. Более того, монополизация – колоссальная. Потому что у нас государственный сектор в России охватывает те предприятия, которые создают 70% для друга. Это не значит, что они все на 100% государственные. Потому что, скажем, если 51% акций государственных, это считается государственным предприятием. А там 40% – это могут руководители этого предприятия, и иностранцы, и любые другие, так сказать, держатели акций могут быть. Поэтому у нас вот это все с дырками этого государственного, весь этот сектор, в котором он весь пронизан частной собственностью, которая хочет проглотить. Или, скажем, тот же самый Сбербанк, в нем 51% государственного участия, а 43% – иностранное участие, и в том числе ГРЭП и другие его работнички и руководители. Которые и так получают по 24 миллилета в месяц, но кроме того, они еще получают на акции, о чем они, особенно они рассказывают, сколько они получают на акции Сбербанка. Куда все старушки несут свои гробовые деньги на случай тяжелой жизни, болезни и так далее и тому подобное. То есть, мораль, я заканчиваю лекцию на том, что хочу подчеркнуть, что все, всякое движение, все, всякая материя, в том числе социальная, которая нас интересует в социальной философии, она находится в процессе возникновения и прихождения, и нужно видеть это становление в чем? Во всем. Во всем. И видеть, как оно выражается конкретно, конкретно исторически, в разных областях и в разное историческое время. Спасибо за внимание. Спасибо.